Закят уль-фитр можно будет выплатить, не выходя из дома. Это обязательная милостыня, которую мусульмане по окончанию месяца Рамадан направляют в пользу бедных. Благотворительный фонд Инсан организовал несколько способов онлайн-оплаты. Все они согласованы с отделом ФЕТ при Муфтиате Дагестана. Подробнее расскажет Хамзанур Магомедов. Первый способ через сайт благотворительного фонда, который так и называется fondinsan.ro. Он подойдет каждому, кто имеет выход в интернет. Буквально первое, что он видит на сайте, это «выплатить закат уль-фитр». Здесь есть кнопка «подробнее». Здесь идет уже более подробное описание, как выплачивается закат уль-фитр, в каком размере это все выплачивается, как сделать намерение и так далее. Дальше мы кликаем кнопку «выплатить». И уже человек выбирает, через какие системы он будет оплачивать. С номера телефона или с банковской карты. Здесь он может выбрать это. И здесь он уже дает полномочия фонду Инсан. Я даю полномочия фонду Инсан в лице Магомеда Расула выплатить нуждающемуся самой закат уль-фитр. Он указывает свое имя, номер телефона и сумму, которую он будет выплачивать. Второй способ подойдет больше тем, кому легче переводить средства на банковскую карту. Мы определили карту Сбербанка, по которой человек может перевести ту же сумму, которую он снял за закат уль-фитр, от себя, за свою семью и так далее, с отметкой, что средства закат уль-фитр. А для тех людей, которые не пользуются интернетом и у которых нет банковской карты, порядок выплаты заката остается прежним. Это прийти в офис фонда, прямо в бухгалтерию выплатить средства заката уль-фитр, где мы тоже будем соблюдать все предписания самоизоляции, безопасности. И во дворе офиса фонда будет стоять машина, где именно непосредственно пшеницей тоже можно будет выплатить закат уль-фитр. Закат уль-фитр можно выплатить одним из видов продуктов питания. В зависимости от этого меняется и сумма милостыни за одного человека. В ханафитском мазхабе можно выплачивать закат уль-фитр стоимостью несколькими видами продуктов. Не только пшеницей, но и рис, изюм, финики. Поэтому, учитывая нашу финансовую возможность, рекомендуется выплатить стоимостью именно тех продуктов, подходящих для нас. По любым возникшим вопросам можно будет напрямую обратиться к специалистам по номеру горячей линии фонда «Инсан». Муфтия Дагестана призывает выплачивать закат уль-фитр преждевременно, чтобы поскорее помочь тем, кто вынужден оставаться дома, не имея необходимого пропитания.